Всем привет, это очередной урок шкатулки полезностей факультета рукоделия. И сегодня мы поговорим о прибавках и убавках. Во-первых, прибавки и убавки нам нужны для того, чтобы связать детали изделий по силуэту человека. Ведь мы не носим квадратную одежду, нам нужны закругленные проймы и горловины, косые линии реглана и вытачки, а если вязать ряды одинаковым количеством петель, может получиться только квадрат или прямоугольник. И еще при помощи прибавок и убавок есть возможность создать необыкновенные узоры, вернее множество узоров уже создано и схемы к ним нарисованы, осталось научиться прибавлять и убавлять петли. Давайте учиться. У меня подготовлен образец с лицевой гладью. В начале ряда я провяжу несколько петель лицевыми. И теперь смотрим. Чтобы сделать накид или прибавку, спицу заводим под нить так, чтобы нить оказалась на правой спице. Придерживаем ее указательным пальцем и провязываем следующую петлю. В итоге у нас между лицевыми появилась еще одна петля. Она отличается от остальных петель и выглядит более свободной. Давайте провяжем еще несколько лицевых и сделаем еще один накид. Подхватили нить спицей и провязали следующую петлю. У нас появилась еще одна петля. Такие накиды можно делать двумя способами. В первом случае мы с Вами накидывали нить спереди назад на спицу, точно так же можно делать это в обратную сторону. Видите, нить в накидах расположена на спице по-разному. И в большинстве случаев нет разницы, каким способом Вы сделаете такой накид, делайте так, как Вам удобнее. В следующем ряду накиды всегда провязываются по узору. То есть, если мы вяжем поворотными рядами в изнаночном ряду, накид провязывается изнаночной петлей. В круговом вязании это будет лицевая петля. И вот мы дошли до накида. Если мы вяжем накид для узора, то скорее всего нам нужна будет вот такая дырочка. Значит провязываем накид так, чтобы его стенки не перекрутились. То есть, провязываем его за правую стенку, она у нас расположена сзади. Дошли до следующего накида, он у нас расположен по другому. Правая стенка находится впереди. Точно так же вяжем изнаночную петлю за правую стенку. А если нам накид нужен без дырочки, его надо будет провязать за левую стенку. Это бывает достаточно кропотливо. Достать левую стенку и перевернуть накид. Поэтому есть более простые способы прибавления. Скоро мы их рассмотрим. А сейчас смотрим, что получилось на лицевой глади при помощи накидов. Появились вот такие аккуратные дырочки. Из них можно создать рисунок, либо использовать их на планке, как петли для пуговиц. Имейте ввиду, что каждый из накидов прибавил нам по одной петле к общему количеству петель. Второй вариант прибавок – это прибавки из перетяжек. Смотрите, вот тут между петлями есть перетяжки. С одной стороны у нас одна петелька, с другой – вторая. А между ними есть вот такая ниточка. Накидываем эту нить на левую спицу и провязываем лицевой. В итоге у нас в полотне получится такая же дырочка. Если дырочка не нужна, накидываем перетяжку таким образом, чтобы было удобно провязать ее за левую стенку. Тогда нить перетяжки перекрутится и новая петля будет добавлена максимально незаметно. Смотрите еще раз. Накидываем перетяжку так, чтобы было удобно ухватить левую стенку и провязываем эту прибавку лицевой. Еще один вариант прибавок – это сделать накид уже перекрещенным. Делаются они из рабочей нити. Их также можно делать двумя способами. Первый – наклоняем указательный палец с рабочей нитью и захватываем нить спицей с обратной стороны пальца. В итоге на спице получилась перекрученная петля. Затягиваем ее, смотрите, нить у этого накида смотрит назад. Таким образом у нас добавился незаметный уже перекрученный накид. Теперь показываю второй способ. Вытягиваем палец с рабочей нитью и захватываем нить с этой стороны. Затягиваем петлю и видите, нить в этом случае смотрит вперед. От этого тоже зависит узор рисунка. Чуть позже я покажу такой вариант на изделии и Вам станет все более понятно. Я провязала изнаночный ряд и теперь мы можем рассмотреть, как выглядят накиды, которые мы только что сделали. Видите, дырочек нет и сами прибавки совершенно незаметны. Петель стало намного больше и наш образец явно расширился. Есть еще один вариант прибавок, вывязывать из одной петли две. Это вариант также для прибавок без дырочек. Смотрим. Провязали лицевую петлю за переднюю правую стенку и не снимаем петлю с левой спицы. Дальше заводим спицу внутрь петли за заднюю стенку и достаем оттуда вторую петлю. Видите, вот так должно получиться. Первую петлю мы провязали за переднюю стенку, дальше петля перекрутилась и вторую петлю за заднюю. Теперь снимаем петлю с левой спицы и видим две петли, которые провязаны из одной. Давайте еще раз покажу. За переднюю стенку провязываем одну петлю, зашли спицей в серединку, за заднюю стеночку вытянули вторую петлю. Эти прибавки также не будет видно, декоративной перфорации не будет, будет просто расширение полотна. Итак, с прибавками или накидами мы разобрались. Теперь смотрим, как делаются убавки. Для убавок нам нужно провязать две петли вместе и для создания рисунка провязать их нужно либо с наклоном вправо, либо с наклоном влево. Смотрите, вот эти две петли нам нужно провязать с наклоном вправо. У этих петель передние стенки находятся правее, значит с ними ничего делать не нужно, просто провязываем их вместе. Заводим спицу слева направо в обе петли и вытягиваем из них одну новую петлю. Вот как выглядит убавка, петли не перекрутились и ровно лежат друг на другом, такая убавка будет незаметна в полотне. Если по рисунку убавку нужно сделать в другую сторону, а точнее с наклоном влево, то провязать убавку нужно будет за заднюю стенку. И наши петли придется перевернуть. Снимаем их по очереди так, как будто хотим провязать лицевые петли и возвращаем на левую спицу. Вот теперь мне их удобно провязать за заднюю стенку лицевой петлей. И петли встают также ровно, но в другом направлении. Видите, в первом случае первая петля оказалась под второй, а во втором первая петля лежит на второй петле. Теперь, если Вы услышите в мастер классе, что нужно сделать убавку с наклоном вправо, Вы будете знать, что две петли провязываются за переднюю стенку. А когда наклон нужно сделать влево, то петли сначала разворачиваем, переодеваем их обратно на левую спицу и провязываем их вместе за заднюю стенку. Вот так выглядит полотно с убавками. И как Вы видите, они совершенно незаметны. Теперь, как и обещала, покажу на примере один из видов прибавок. Это у меня свитер, который я вяжу регланом сверху. И Вы можете видеть, что линия реглана из двух петель как будто возвышается над остальным полотном. Создается впечатление, что столбики лицевых петель выходят из под нее. И чтобы получилось именно вот так, нужно правильно делать прибавки. Справа от линии реглана перед маркером мне нужно сделать перекрученный накид. И делаю я его вот так. Рабочую нить нужно захватить спицей спереди, нить отпускаю с указательного пальца, подхватываю ее спицей, отпускаю петлю и затягиваю. Одновременно нить снова оказывается на указательном пальце. Это происходит очень быстро, не отнимает лишнего времени. И смотрите, нить из петли выходит вперед, запомнили это. Дальше перекидываем маркер, вяжем две петли реглана, еще один маркер и в этом месте надо сделать вторую прибавку. Но петля прибавки должна быть в другую сторону. Я нагибаю палец и за ним подхватываю нить. Теперь затягиваем петлю и видите, нить теперь выходит из петли назад. Вот таким образом делаем накиды в разные стороны и линия реглана у Вас будет идеально ровной. И еще хочу показать, как провязывать накиды в следующем ряду. Вот он накид, у него одна стенка лежит выше, другая ниже. Так вот я провязываю его за ту стенку, которая ниже и получается, что еще раз перекручиваю его. Дальше две петли реглана. И второй накид у нас выглядит вот так. Ниже расположена задняя стеночка, в этом случае я провязываю за нее, также лицевой петлей. На этом наш урок окончен. Надеюсь, что Вам все понятно. Отрабатывайте все способы на практике и вяжите красиво, качественно и с удовольствием. Встретимся в следующем занятии, следите за выходом новых уроков в Школе Шкатулка Полезностей от факультета рукоделия.